привет сейчас покажу как сделать из этой картинки бирку меня попросили на этой бирке написать определенные слова handmade by anita ну так как девочка откуда-то взяла эту картиночку и все равно какое качество делаем берем перо и вырезаем это самый простейший способ вырезать нужную картинку зажимаем alt для того чтобы можно было эту линию изгибать shift и шифт все мы ее наметили зажимаем control и клацаем на нашем пути пас вор пас затем выбираем выделение лэр веокат это мы убираем image trim убираем все что нам надо но прежде чем убрать я предлагаю все таки бирку поставить тень потому что напечатают будут вырезать будет некрасиво дистанциям а нулевую так наверно удобнее будет размытие размер размытие побольше сильно большую где-то так все теперь берем убираем прозрачные области trim transparent pixels готово теперь нам надо взять на штампик и удалить ненужное наверно мы воспользуемся новой функцией фотошопа там где он вырезает из контента сголебаемся тогда мы нажимаем букву q переходим режим быстрой маски нажимаем б браш или на панели инструментов уменьшаем размер правой клавишей кладем hardness чуть чуть вот так вот наверное наша линия но для быстрого уменьшения можно воспользоваться в английской раскладке клавишами квадратные скобки влево ориентировочно выделяем наш текст тут можно брать меньше но все зависит от того насколько точно хотите чтобы она вырезал можем уменьшать наш браш ну допустим таким образом еще уменьшить это уже кропотливая работа но эффект лучше если нам надо что-то убрать нажимаем ластик и убираем клавиатурное сокращение c опять переходим в режим б браш ну эффект сейчас посмотрим можно увеличить конечно качество ужасное также покажу как их разместить на одном листе можно фотошопе можно в иллюстраторе где вам удобно нажимаем обратно убираем режим быстрой маски q у нас выделена область мы ее инвертируем нажимаем delete у нас оно удаляется тогда мы сделаем флатом нельзя флатом делать тогда у нас будет не полупрозрачным тогда мы выделяем два слоя нажимаем ctrl-e порядок а флатом я понял флатом есть флатом тогда делаем флатом нажимаем delete и contents content aware все порядок остальное дорабатываем напильником то есть штамба то есть штамба если у вас есть файлы какие-то хотите чтобы их подготовили к печати что-то с ними сделали если покажется интересным то я сделаю на него видео банальное не хочется так у нас получается реальная фигня что мы можем сделать у нас есть два способа во-первых можно было брошем это все сделать ну мы это не сделали тоже была ерунда есть такая штука по чту раз примерно кладем два раз переносим смотрим два раз два еще вот этот кусочек более менее нормально вот все замечательно теперь мы берем копируем наш текст хендмейд анита если бы она была умнее то она бы оставляла хотя бы исходники так как это проблема у многих людей что имеем то и имеем наш шрифт просто ужасный давайте напишем давайте напишем хендмейд класс не знаю наверно русская буква затерялась пришлось ее потерять альт и стрелочка вниз меняют расстояние между буквами ну скажем так мне не нравится то что вот эти вот буквы они прописные сейчас посмотрим я могу это сделать не могу характер выбираем Молкап, смолкап, сабскрипт, пишем, ой, нету, что нету Маленьких букв есть, тогда лучше напишем, нате, получать, все, ничего больше делать не буду, хлидмей, бай, анита, можно применить какие-то слои эффекты, можно что хочешь потом делать, но я не хочу это делать, заморачиваться, Лучше мультиплай поставить и вполне будет чудесно, все, сохраняем как PSD, нажимаем бирка, окей, теперь мы фаттон делаем, То есть мы уже сохранили исходник, если надо мы изменим, пока не сохраняем, конечно лучше сразу пересохранить, там бирка, печать Или принт Тогда будет лучше Есть, это у нас фаттон, layer Отсоединяем layer Задаем размеры самого документа У нас 26 на 45, ну давайте 30 сделаем Остальное нас меньше всего интересует, 30 на 40, маловато Ладно, посмотрим, как оно будет ложиться, там разберемся Итак, если мы печатаем на четвертом формате, задаем 270 миллиметров на 297, 210, прошу прощения Окей Какой кошмар Маленькие С альтом перетягиваю, альтом разжимаю, сколько? 4 Будет 4 на 4 Выделю Да, если у вас не выделяют таким образом, тогда поставьте галочку автоселект Вот теперь мы видим, что выделили все слои Или shift Зажимаем Отмечаем Крайний Ctrl T Учитываем, что у нас еще будет на принтере поля по-любому Нажимаем alt, а потом перетягиваем левой клавишей мышкой вниз Повторяем операцию Угу По длине оно вылазит Хорошо Чтобы не портить нашу конструкцию Выделил все слои Нажал Ctrl T И подвинил все иди И примерно выставили Не знаю Может где-то есть Выравнивать по странице Но я не знаю, если честно Ой, это они между собой выравнялись Ctrl Alt Z Хорошо А если я допустим сгруппирую Группа О боже, нет Это мы не будем делать Значит, просто выравниваем примерно посередине И сохраняем как JPEG RGB Смени к нам сейчас без разницы Потому что это будет печататься на оперативной полиграфии Ctrl Shift S Или сохранить как Называем JPEG Биркопринт JPEG Хорошо Девятое качество Отмечайте, это самое лучшее качество Это будет Это можно будет увеличивать раз в 10 И уменьшать раз в 10 Без потери качества до 5 раз Включить Нажимаем ОК Все Сохраняем наш документ На этом урок наш закончен Если у вас есть что-то интересное Присылайте нам Задавайте вопросы в комментариях Мне будет интересно разобрать ваш случай Спасибо Подписывайтесь на канал Присоединение Присоединение Включить Jeannie